19 августа несколько общественных деятелей написали письмо по поводу радио Азотек. Радио, оно хорошее, оно выполняет свою миссию, но оно могло бы выполнять еще лучше эту миссию, которую не могут выполнить другие местные средства массовой информации. И там были достаточно серьезные вещи, что кадровая политика, что сговор с властями, с тогдашними властями, что сама редакционная политика не совсем была правильная. Но те, кто защищают руководителя этого радио, переходят на личности, начинают говорить, как в СМИ эти. На заданные вопросы эти люди, которые написали письмо, они просили сделать расследование, насколько это соответствует своей миссии и редакционной политике, но люди отвечают совершенно не по существу. Начинают, она хорошая, и радио хорошее, не смейте трогать и так далее. Вот почему такое международное радио оказывается опять же в плену вот этих каких-то средневековых понятий? К сожалению, когда я говорю, здесь существует международная организация, ПРООН, ЮСАИД, другие немецкие научно-технические советы и другие. Это те самые поплавки, за которыми мы можем держаться и не утонуть в море наших средневековых обычаев и традиций. Это маяки своего рода. И многие из этих организаций, они стоят крепко на своих принципах, соблюдают их и тянут страну назад. Во многих международных организациях работают самые лучшие кадры, которые могли бы украсить любое правительство любой страны. Когда возникает проблема, тот же самый Саакашвили вытащил Грузию, обратившись к поддержке вот этих грузин, которые работали в международных организациях, учили за границей, они вытащили страну. То же самое и здесь такая идея. Если бы их не было, но, к сожалению, вот когда даешь организацию и во главе ставишь национального кадра, вот весь вот этот примитивизм, все это патриархальщина, кумовство, родственность, куда-сюда начинает лезть из всех щелей. Вот то, что мы видим. Вот мы видели, я видел, например, как Азотек постепенно сдавал свои позиции. Одно время было даже почетно, если тебя приглашали на Азотек, и ты давала интервью. Сейчас я больше даю интервью BBC. BBC. Или другим каким-то изданиям, местным изданиям, я практически не даю. Хожу только на вашу передачу, по большому счету. Поэтому это очень досадно, что те лица, которые должны быть лидерами общественного мнения, создавать новый позитивный образ, развивающийся динамично, показывать на своем личном примере, пример, каким должна быть современная журналистка, и отношение к делу, политики превращаются в вот этих товарищей, которые тянут страну назад. От них надо решительно избавляться, я так думаю. И решительно избавляться. Всех, кто тянет страну назад, от них надо избавляться. Потому что кроме проблем они создавать ничего не смогут.